Казалось бы, самая обычная пешеходная дорожка. Но это только на первый взгляд. Плитка, которая выложена, сделана из переработанного пластика. Материал гораздо прочнее бетона, не боится сырости, невысоких температур. А ещё не скользит и хорошо моется. Это наглядно показывает представитель компании, которая занимается переработкой пластика. Всё. Вот она и помылась. И ещё, что важно, такая плитка не потеряет свой яркий цвет. Тротуарную дорожку в качестве эксперимента уложили на Новогинской в районе ЦУМа. Ещё одна появится здесь же буквально на днях. Говорят, такая плитка прослужит даже дольше привычной бетонной. Этот материал, который не используется, а выбрасывается на свалке, мы его взяли за основу. И на основании его сделали полимер-песчаную плитку. Это достаточно новый инновационный материал. Мало кто о нём знает. И поэтому жители могут сами прийти, пройтись по дорожке, убедиться в его качестве. Сырьё для изготовления плитки компании помогали собирать вот эти контейнеры, которые в Сочи установил уже другой предприниматель. Таких боксов для сбора пластика и картона в городе уже 850. Эти отходы сортируем по фракциям, брикетируем и отправляем переработчикам. Пластик в основном уходит у нас в Черкесск. Там есть крупная компания, которая занимается изготовлением текстиля, постельного белья и постельных принадлежностей. То есть из пластика они делают синтепон, который используют потом в одеялах, подушках. В планах компании перерабатывать пластик в Сочи. Для этого нужно закупить оборудование при условии, если сочинцы будут быстрее наполнять специальные контейнеры и не выбрасывать в них всё подряд. Вообще в Сочи проект по раздельному сбору отходов запустили всего полгода назад. За это время удалось собрать 4500 тонн пластика и картона и порядка 25 кубометров дерева. Этой работой в Сочи занимаются 12 компаний. Они дают вторую жизнь не только пластику и дереву, но и стеклу, металлу и пенопласту. Не занята пока ниша строительные отходы и шины. В перспективе, если задействовать все компании в полную мощность, мы в перспективе сможем забрать на переработку где-то около 30-35% всех отходов, которые есть. Работу по раздельному сбору мусора в Сочи нужно продолжить. Поставил задачу Анатолий Пахомов в ходе протокольной встречи со своим заместителем по ЖКХ. К важному делу должен активно подключиться региональный оператор по сбору мусора. Это край жилком ресурс. Компания будет отвечать за весь цикл обращения с отходами в регионе. Сейчас идёт процесс передачи базы абонентов и формирования тарифа. Работа завершится не раньше марта. Стоит задача. Наши горожане не должны прочувствовать ничего в плане повышения. Вот заходит региональный оператор, он должен выполнять всё то, что сегодня выполняется. Нам надо продолжить работу по раздельному сбору мусора. Мы должны просто потребовать от регионального оператора о том, чтобы он уже сегодня, до того, как он приступит к работе, по сути дела познакомился со всей той работой, которая сделана. Она немалая работа. Переговоры провели с регоператором. И он действительно намерен все те лучшие инновации, которые в Сочи реализованы уже на данный момент, продолжить безусловно. Анатолий Пахомов поручил собрать совещание с участием представителей регионального оператора и предпринимателей, которые занимаются раздельным сбором отходов. Ведь эту важную работу на курорте нужно не просто продолжать, а наращивать. Инга Габешия, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.